Сегодня 17 июня, яровая пшеница сорта одета, норма высева 4 миллиона, срок сева 19-20 марта. Предшественник соя, удобрение 200 килограмм селитры аммиачной, селка Рапид 800С, фунгицидная обработка фазу трубки с противозлаковым препаратом Аксиал. Здесь был импут, и сейчас намечается еще фунгицид Абакус Ультра. Так неплохо себя ведет. Эта пшеница уже выбросила колос. И относительно раньше, чем триза, может быть, так сложилось, может быть, из-за раннего сева. Хотя, на самом деле, срок сева триза и одеты был достаточно, ну, можно сказать, в одно время. Там разница была в 3-4 дня. Но на триза пока я этого еще не замечаю. Да и на других сортах тоже этого пока нет. Ну, именно такого вот, можно сказать, массового колошения. Сорт достаточно, лист достаточно широкий. Чистый от болезней, можно сказать, и в нижнем, и в среднем, и в верхнем ярусе. То есть, посев. Месяц где-то семена всходили. То есть, полные всходы появились. Получается, где-то 20-25 апреля. Так вот, вид на данный момент очень приятный, выровненный посев. Посмотрим, что даст это поле в плане урожая. Так, если до уборки, конечно, обычная яровая пшеница созревает в нашей зоне 1-го августа. Ну, бывает чуть-чуть позже, в зависимости от того, как складывается год. Этот год, он был сам по себе необычный, потому что вроде бы все сместилось по фазам. И в то же время, из-за того, что, ну, уже где-то 10 дней стоит достаточно жаркая погода, возможно, все придет в свои сроки, потому что культура чувствует это, чувствует, что уже недостаточно влаги в почве. Да и температура давит, что нужно нужно колоситься, нужно побыстрее давать потомство. Поэтому подгоняет зерновые, именно зерновые культуры к обычным уборочным срокам. Возможно, это как-то скажется отрицательно на урожайность, но что будет через там 3-4-5 дней, неизвестно. Может быть, пойдут дожди и в целом будет все как бы хорошо. По яровой пшенице вообще как бы обычно что можно сказать более позднюю фазу обычно не хватает в отличие от ячменя в нашей зоне обычно не хватает влаги для того, чтобы налиться и дать более такой высокий урожай, урожай, который может быть соответствовал озимой пшенице. С продвижением на север, с продвижением в регионы, где есть лага, естественно, актуальность яровой пшеницы возрастает, да и в целом как бы по яровой получается рисков меньше, потому что вопросы перезимовки отпадают, но озимая пшеница все равно как бы присутствует присутствует практически во всех регионах и обычно она разгружает разгружает посевную кампанию весеннюю, лесуборочную кампанию, потому что обычно раньше подходит, то есть очень много плюсов приносит озимая пшеница и урожай, как правило выше, потому что озимая, особенно в жесткие условия, потому что озимая может за себя постоять. Вот так вот яровая пшеница сорта одета 7 июня.